Проповедь, сорок восьмая. Дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. Иисус Навин, 2 глава, 12-13 стих. Мне нравится Враав, что она заботилась не только о своей личной безопасности. Грех не ожесточил ее сердце, как это бывает во многих случаях. Она думала об отце, матери, братьях и сестрах. Где есть истинное Дитя Божие, там есть и забота о родственниках. Я знал одного мужчину, который по воскресеньям проделывал 20 миль, чтобы услышать истину. Но когда его спрашивали, куда ходит его семья, он отвечал, что это его не касается. Бог спасет своих избранных. Такие люди не проявляют себя, как дети Божии, так как дети Божии не хуже язычников и мытарей. Они заботятся о своих домашних. О, христиане, старайтесь иметь хорошее отношение со своими родственниками. Но подумайте также и о том, что Раав все равно не смогла бы спасти своих родственников, не соберись они у червленной веревки. Если бы кто-нибудь из них остался на улице, в то время как израильтяне били народ, то они могли бы сказать «Мы родственники Раав», а им ответили бы «Мы поклялись пощадить всех, находящихся в доме, к окну которого привязана красная веревка. Если вы не там, то мы не можем пощадить вас». Нет толку говорить на одре смерти «Моя мать молилась за меня, моя сестра страстно молилась о моем обращении». Нет, вы должны лично прийти к Господу Иисусу, укрыться в Нем и иметь действительную веру в Него. «Иначе вам не помогут никакие молитвы других людей». Но по милости своей Бог помог Раав собрать у себя всех родственников. Бог дал ей такой авторитет, сила ее веры была так велика, что все остались в доме и были спасены вместе со своими семьями. Субтитры создавал DimaTorzok